всем привет друзья сегодня суббота и для вас подготовил интересный выпуск поговорим про главные часовые тренды поговорим немножечко о том что изменилось за последние два-три года в часовой индустрии какие видны тенденции и что говорят сами инсайдеры рынка да то есть инсайдеры это те кто на той стороне мы с вами на стороне покупателей называя так называемая бай сайт или аутсайдеры да есть инсайдеры те кто на стороне продавцов те кто на стороне производителей продавцов журналистов и так далее это не больше инсайдеры поэтому сегодня будет несколько мнений и в конце мнение моего друга инсайдера про то что происходит в рынке в россии да на рынке часовом за последние несколько лет поэтому сегодня будет интересно никуда не переключайтесь так вроде бы запись идет все в порядке да да давайте включая демонстрацию экрана я уже переживаю потому что последнее время что запись то что-то там с качеством поэтому так наблюдаю как часовой рынок изменился за последние три года надо если мы говорим именно про мировой рынок да не только в российской федерации а именно мировой рынок какие тренды какие фишки на что мы должны с вами смотреть как часовые энтузиасты как начинающие продолжающие коллекционеры часов чтобы понимать откуда дует ветер куда он дует чтобы нам направить свои паруса в эту сторону и чтобы наш коллекции были более интересные грамотные и в целом приносили нам радость кстати я вам напоминаю что у нас есть youtube канал на котором вы находитесь мы потихонечку растем люди появляются подписчики просмотры и комментарии поэтому также присоединяйтесь к нашему такому молодому часовому сообществу этот канал действительно для настоящих энтузиастов часовых коллекционеров кто готов говорить про часы очень много долго и на разные разные темы поэтому подключайтесь у нас вот такой новый логотип забавные может быть как-нибудь я вам расскажу про его суть потому что там скрыто тоже маленькое такое значение которое касается именно охоты за часовой коллекции а мы с вами поехали мы с вами начинаем и первое что я вам хотел сказать в плане трендов это ну скажем так меня вдохновило видео которое записал вячеслав медведей с my watch ru рекомендую это видео посмотреть может быть ссылочку на него оставлю и один из главных трендов за последние но здесь указано за двадцать второй год но на самом деле это тренд уже года три на часовом рынке это что часы становятся все дороже и дороже и переходит в более премиальный люксовый сегмент о чем идет речь идет речь о том что здесь идет разбивка у нас по стоимости экспортной стоимости часов меньше 200 франков швейцарских 200 500 видите 500-3000 франков более 3000 франков да и общая total и фишка состоит в том что за последние годы дать за последний год но там в целом плюс-минус за последние несколько лет ситуация одна что больше трех тысяч франков мы здесь говорим именно про сейчас индустрию швейцарских часов швейцарского экспорта поэтому цены в швейцарских франках когда я думаю вы по ним понимаете это по сути оптовая цена то есть это цена по которой производители отправляются по разным странам свои часы она как правило составляет треть от стоимости retail и это одна из фишек которая очень интересная и которые не все на это обращают внимание но мне кажется это значение очень важно да то есть какие идут потом цены и какую мы цену retail получаем поэтому в целом те часы которые стоят 3000 франков что такое 3000 франков это где-то 33 500 тысяч долларов да мы получаем на выхлопе 10 тысяч долларов retail цена прайс мы видим что эта категория растет сильнее всего соответственно да там то есть количество количество до растет на 5 7 процентов и велью стоимость на 11 4 и соответственно видите а сегмент недорогих часов то есть 200 франков 200 500 то есть то что на выхлопе будет стоить там до тысячи долларов или допустим до полутора тысяч долларов это все обваливается да здесь минус 35 минус 37 процентов то здесь гаджеты забирают кита кварцевые часы японские часы китайские часы и так далее и тому подобное и мы с вами получаем здесь значительную коррекцию в 14 процентов а здесь обвал на 35 37 процентов вот эти средне или начальная швейцария то что там до полутора тысяч долларов мы видим что количество падает экспортного да то есть меньше интереса меньше покупают эти часы меньше их становится на рынке а растет именно велью и количество именно часов но скажем так это уже премиум и люкс сегмент больше даже люкс там больше десяти тысяч долларов по сути но видимо скоро премиум туда сместиться с 5 на куда-то там на 8 10 видимо через какие-то годы это первый тренд очень интересные которые вы должны для себя запомнить часы становятся более люксовым товаром часы дорожают их становится по сути меньше и об этом я чуть дальше скажу по поводу дороговизны часов это что происходит с инвестиционной составляющим скажем так по поводу часов это статистика за наконец 22 года но по сути до коррекции на рынке да наверно до марта 22 года мы с вами это попозже обсудим здесь второй момент это до цены на хайповые вещи на хайповые модели от паток филипп адемар пеге в ашерон роликс аланге он зоны все это растет росло она что-то растет стратосферу и рост пошел особенно и вы обратите внимание да почему я видео назвал за последние три года тенденции тренды что с двадцатого года вот с ковида и так далее пошло резкое прям резкое ускорение на цен особенно на вторичном рынке на часовых аукционах то есть цены пошли прям дико в рост и вы видите что рентабельность роя это рентабельность акционерного капитала но по сути да там или в данном случае тут не акционерный капитала до возврат на инвестиции в данном случае будет возврат на инвестиции да это переводится и мы видим что тот же паток филипп некоторые модели улетели на 200 процентов там адемар на 160 но не как бы поздно или рано радоваться потому что с одной стороны цены на часы растут люксовые часы улетают стратосферу и так далее так далее хайп определенный понятно но в марте 22 года до возвращаясь к нашим тенденциям пузырь этот немножечко лопнул лопнул вместе с крипто пузырем вместе с определенным пузырем на фондовом рынке да потому что это знаю очень хорошо потому что я сам изначально у меня более 15 лет опыт именно в финансовой сфере в сфере инвестиции брокерская деятельности до консалтинга по финансовым рынком поэтому это очень четко знаю и вот у нас тоже пошел тренд слом в марте 22 года и мы наблюдаем что по большому счету не слом да если мы возьмем годовой график слом пошел тоже там условно 20 марта 22 года то есть не только кризис и геополитика касается там россии и европы да а мы видим что в целом финансовые рынки инвестиционные рынок и в том числе называемые инвестиции в часы а я здесь скажу даже не инвестиционная составляющая а вот именно коллекционная привлекательность определенная да вот хайповые модели которые раздули очень сильно на 200 и 50 процентов они начали корректироваться а этот индекс до который мы смотрим с вами на сайте watch charts да он показывает 60 по сути голубых фишек то есть топовых моделей их цены продаж да то есть 60 понятно что здесь у нас по ткд мор роликс у наверно ваша рон константин скорее всего да то есть но я бы здесь даже делал ставку именно на хайповый rolex ademar паток филипп стальные прежде всего модели вот так это выглядит да и здесь средняя цена 34 300 сползла с 48000 практически с полтинника то есть падение там на 30 процентов с хвостом да может даже тут уже былины скоро там подбирается более там 40 процентов но ведь наша первая здесь идея состоит в том что люксовые часы растут закупочная цена растет и так далее и если мы включаем три года да то мы с вами видим с февраля двадцатого года мы видим вот к вид и пуску видную эту всю суету и на самом деле ведь в январе двадцатого года цены были 23000 сейчас они 34 то есть даже с безумной коррекцией обвалом на 40 процентов у нас все равно рост на плюс 50 процентов за три года обратите на это свое пристальное внимание вот такой интересный график именно тенденция за три года люкс растет в цене продолжает расти и вот так это все выглядит так дальше у меня здесь небольшая шпаргалочка чтобы мне ничего вам не забыть сказать интересный здесь раз уж мы пока на стороне индустрии интересная здесь история состоит в том что многие часовые бренды переходят на бутиковую систему торговли особенно в европе в азии и такие бренды как ришер миль одмар пеге ланге улиц жар перего и так далее они переходят именно на бутиковую систему продаж штукова бутиковая система и вообще что происходит это вот такой формат знаете на расслабонщики вот я вам привожу пример ланге он зоны что они открывают свой такой дом ланге где у вас такая атмосфера как будто вы в ком-то крутом отеле пяти-шести звездочном и вы там на расслабонщики сидите чай кофе игристая вам рассказывать красивые истории по телевизору вам могут включить там на компьютере какие-нибудь там ролики как все круто и здорово показать вам долину в швейцарии и вот вы не расслабоне вы здесь можете общаться там встречаться болтать прийти там свои банды часовых энтузиастов и коллекционеров ну и приобрести по какой-нибудь лет редкая лимитки аланге он зоны с черным циферблатом в платине так нехотя на расслабоне ну вот вот в такой приятной атмосфере чтобы богатым буратином было приятно тратить свои десятки чаще сотни тысяч долларов вот люксовые тяжелые люксовые марки переходят вот на такую модель домов до с одной стороны а с другой стороны и много каких-то лимитированных моделей бутиковых которые продаются только вот в подобных бутиках и вы их не найдете где-то на прилавках у себя в сумме в гуме или или где-то там в италии даже в каком-нибудь маленьком дилере так дальше я думаю что это интересный кстати аспект подумайте о нем дальше наверное мы обсудим раз уж мы говорим про мануфактуры давайте затронем тему который мне очень нравится что за последние три года многие часовые бренды начали делать правильные движения в сторону собственных калибров собственных мануфактур здесь вот сразу мне вспоминается из сегмента более доступных да там плюс-минус премиальных это oris компания своим механизмом 400 сейчас вышел 403 в двадцать втором году то есть это собственный вот такой механизм кстати в одном из прошлых видео мы это разбирали я назвал пандой но я не сказал не то обратите внимание больше похоже здесь он на куалу да то есть вот уши коалы вот глаза вот у них нос всегда такой большой круглый и он всегда там есть какой-нибудь там бамбук или что он да там живет это куала скорее да с глазами вот пятидневный запас хода 120 часов и в целом вот если почти 400 какие-то возможны были там детские ошибки болезни и так далее по калибру 403 я думаю там уже все отлажено до за эти несколько лет и вот новые big crown там 38 миллиметров на 403 калибре мне кажется одна из очень недооцененных моделей очень интересных на рынке пятидневник от приличной мануфактуры да теперь уже смело можно об этом говорить и вот начинает ставить свои пока что там премиальные наверное модели более дорогие там около 3000 долларов но я думаю это будет спускаться и будет больше появляться моделей с калибром 403 поэтому за орис в этом плане очень рад потому что независимая мануфактура правильные у них цены некоторые до на вторичном рынке и в целом но самобытная не не гонят кварц делают только механику и ну такая приятная приятная мануфактура здесь хотел бы вспомнить также айдаблю си но можно разных здесь вспомнить ребят но я просто вспоминаю айдаблю си потому что готовлю сейчас для вас два видео по поводу айдаблю си и вот здесь них целая россыпь семейных калибров и меня радует одно что айдаблю си тоже они сейчас еще мухлюют хитрят но все больше и больше моделей начинают получать именно мануфактурные калибры они просто доработанные переработанные это или какие-то схематозы в их ричмонд групп до какие-то которые они там пилят между собой калибры а более именно конкретно а и wc да вот как тот же калибр 89 или вот который у меня были часы на 50 получается порту гизер да вот на таком большом 50 калибре очень интересные семидневник круто выглядит если вы любители такого часового искусства и вот механики вот калибра от айдаблю си это очень интересная находка на вторичном рынке то есть я к чему говорю эти калибры многие у них не не вчера придуманы не за ближайшие три года но они все в большие модели начинают ставить мануфактурные калибры избавляясь от того что было до этого где они гнали пургу на селите в базовых марках и вот новый марк 20 уже на мануфактурном калибре пятидневники да то есть это уже это уже движение в правильную сторону то же самое из улиц нордан происходит и вот соседними брендами поэтому здесь движение в сторону действительно мануфактурности я выделяю как одним из трендов за последние три года так двигаемся дальше коль мы упомянули или хорошо давайте поговорим о такой повестке которая сейчас есть это и с джи повестка или устойчивое развитие забота о забота о природе акулах о мишках о тайне ледников о рыболовных сетях о бедных крокодилах и аллигаторов которых надо переставать резать на ремешки и так далее так далее да то есть это сейчас повестка последние три года вот я вижу что действительно значительно она укрепилась то есть она есть и она существует и многие бренды прям вот конкретно пилят в эту сторону какие-то бренды мне сразу приходит в пример улиц нордан с защитой акул которые вымирают да там собирают деньги на это соответственно здесь еще яркий пример у них то что они объясняют сколько там миллионов тонн пластика находится там плавает в мировом океане и что они спонсируют чтобы вылавливали этот пластик и делали ремешки или что-то добавляли какие-то композитные материалы для корпусов часов но вот эти их ремешки которые по заверению тех кто их носит до часы на этих ремешках говорят что действительно надежно и хорошо сделано они там сделаны из рыболовных сетей которые выловили в мировом океане но то есть вот такая повестка в этом нет ничего плохого много хорошего но и здорово да но здесь также есть и обратная сторона обратная сторона или давайте я тоже про орис здесь вспомним что орис здесь один из тоже первопроходцев они давно уже делают часы с кинетом циферблатом из переработанного пластика и ремешки и так далее и тому подобное то есть вот сегодня я уже про орис вспоминал не да и про улицы и вот здесь они также эти ура в игре ну там заботиться о кораллах восстанавливают foundation дату состанавливают коралловые рифы здесь нет без каких-то иронии или понять что здесь много каких-то и маркетинговых вещей но вот я считаю что орис или тот же улицы достаточно аккуратно это и грамотно делают и мне нравится да то что они делают то есть я считаю это правильным начинанием обратная сторона до этой всей истории и и джи повестки это то что вот мне кажется некоторые бренды начинают где-то халтурить или под свои миссии начинают просто тупо сокращать косты на свои часы на свое производство и как пример просто как вариант да я здесь говорю про брайтлинг к нему как бы минимум вопросов да вот они там делают ремешки тоже из переработанных материалов и различные штуки но у меня знаете здесь вопрос к ремешкам нет наверно вопросов я их в жизни не видел но смотрел отзывы вроде многие довольны как слоны у меня вопрос конечно вот к новой упаковке вот в этим коробкам которые как из тряпки из какой-то сделаны то есть ты получаешь часы там за 10 тысяч долларов тебе дают не шкатулку из ореха да или хотя бы из какого-то там более-менее приличного материала да как штук нормально выглядело чтобы те дают с такой джинсы которая сделана из каких-то тряпок которые там где-то выловили но не знаю да то есть с одной стороны все понятно с другой стороны но может только лимитированные какие-то там вещи делать да в таком кому прям надо там торчкам кому вот надо в такой коробке но я бы не хотел свои не брайтлинги или какие-то и wc или улицы получить в такой коробке которая разваливается и все так странно сделано то есть мне кажется здесь начинается где-то внутренняя экономия где-то на ремешках просто ты ремешок из этих сетей по продаешь по цене часы то не стали дешевле внимание ты продаешь часы без крокодилового ремешка на ком не будет такой истории без шка шкатулки из дерева в тряпки продаешь по той же цене или даже выше потому что как вы помните да из нашей первой истории что цены то растут а что брайтлинг брайтлинг то здесь улицы то здесь они ценники то подрастают а нам вот завернутый в тряпки в какой-то приносит и ремешок которого себестоимость блин в десять раз дешевле но цены от этого дешевле не становится на этой модели внимательно да вот здесь с этим аспект поэтому но чуть-чуть да чуть-чуть ложку дегтя чтобы не жизнь медом не казалось так поехали дальше наверное здесь коль я уже опять упомянул улицы сегодня они вот периодически вас всплывают хотела вам напомнить кто может быть пропустил в двадцать втором году в начале прошла интересная новость которую многие действительно пропустили что керин групп одна из люксовых таких гигантов французских которым принадлежит по-моему гуччи у них сейчас флагманские гуччи по моему них есть они объявили о продаже часового подразделения куда у них входили улиц нордан и жерар перегу дату синская ребят у нас на гуччи маржа блин иксы а на ваших часах там кот наплакал маржа короче сказали они генеральному директору мы наверное либо тебя отправляем в отставку либо давай нам либо покупай у нас по числовое подразделение но я шучу конечно да вы должны понять в том что конечно я думаю они сами он собрал дал здесь у них ведь и гуччи и баланси ага легендарная которую любят все там такие шопоголики да и вот они так как вопросы были его жерар перегу как странно последнее время развивался и нужны были какие-то изменения здорово что команда да вот совет директоров на себя взял эту ответственность они понимают как это монетизировать как грамотнее выстроить стратегию чем керинг круп и вот они выкупили собрали деньжат выкупили на себя улиц нордана и берегу и сделали их независимыми часовщиками по сути сейчас поэтому я думаю это правильно направление от улицов во первых потому что независимость это дает более полет фантазии более какую-то свою стратегию продажах в производстве здорово и там примерно начаться началось избавление от селит окончательная и новые модели я думаю все будут мануфактурные улица сто процентов еще один здесь коль мы говорим об этом да вот свежая новость недавно прошла тоже хотел просто ваше внимание на этом заострить что не все знают bremont до этого производителя из англии но тоже говорит про тренды и говорит про то что даже аутсайдеры да то есть люди из финансовой сферы приходят в этот бизнес сейчас и видят потенциал роста гигантские часовой индустрии первичного и вторичного рынка и здесь я хотел обратить внимание что один из самых известных финансистов и инвесторов на волл-стрит его зовут белл акман вот этот персонаж мульти долларовый миллиардер он пришел искал ребят мы там собрали фондик небольшой и мы хотим выкупить долю вашей конторе и дать бремонту 130 миллионов бремонт это не первый и не второй даже эшелон тех кто придет вам в голову когда вы говорите про премиальные часы до в премиальном сегменте но они последнее время хорошо растут у них неплохое представительство в европе в штатах любят эту марку и вот приходит просто финансист билл акман управляющий хедж фондом и говорит так ребят ну тут есть мелочь кармане 130 лимонов давайте мы купим долю вашей компании дадим вам чтобы вас бустануть конкретно чтобы там взлетели опередили своих конкурентов а мы заработаем немножечко деньжат на этом да и вот этот приятный седовлас и мужчина сделает пару иксов на этой истории и я думаю что тот кто инвестирует в универсал мюзик netflix dominos pizza хилтон и так далее но знает примерно что делает поэтому вот наш брат финансист тоже полез в индустрию и я думаю что здесь все в принципе здорово и все понятно да тоже такой сигнальчик очередной для меня которых у меня так сигналов этих было за последние три года очень много что вам еще здесь сказать в первой части ну наверное что вторичный рынок растет быстрыми темпами да здесь не стоит про это забывать потому что я об этом говорю это нашим новом канале до люкс консалтинг об этом говорит на конкретных цифрах что в среднем ожидают ближайшие годы 12 процентов рост вторичного рынка я записывал кстати отдельное видео по поводу вторичного рынка по поводу перспектив часового рынка тоже оставлю ссылочку там не так много просмотров посмотрите первое видео как из этой серии такое обзорной до просветительской скажем так что немногие это обращать на то внимание внимание смотрят но это очень интересно и здесь говорится о том что вторичный рынок в двадцать втором году вообще взлетел на 20 процентов что является очень хорошим показателем для любой индустрии рост на 20 процентов то есть это прям топ а ждать сейчас все-таки кризисный год даже в кризисный год рост на 3 ближайший год 10 процентов что тоже не кисло но до замедление идет понятная стагнация рена китая гонконга сейчас падает и там есть кризис до определенные постковидной истории ковид их коронавирус их там подбил достаточно сильно китайцев они долго сидели в нулевая терпимость к виду и так далее у них там прижали их до партия вот но другой стороны американский рынок вырвался на 26 процентов достаточно растет и самое главное для меня здесь это вот этот тенденция который я абсолютно убежден что будет такая или даже перепишет ее 12 процентов средний рост в ближайшие там 8 лет до 10 лет получается до 33 года мы в двадцать третьем году ближайшие 10 лет среднем там просто 12 процентов поэтому это очень хорошая история и мы с вами увидим взлет ближайшие годы понятно что сейчас идет коррекция на хайп но я всегда был против хайпа я все-таки всегда хотел оставаться в тени и смотреть какие-то недооцененные алмазы да почему я делаю на нашем канале плейлист недооцененные алмазы скрытые алмазы часового рынка потому что вот есть хайп а есть рядом часы которые в разы дешевле иногда в 10 раз люкс премиальная сегмент которые имеет коллекционную ценность или вы по крайней мере за свои деньги получаете больше часов и вы получаете очень классные интересные настоящие часы механические которые вторичный рынок оценивает и с годами они могут держать свою ценность и либо стоит даже дороже вот о чем идет речь а вот эти хайпы дайтоны наутилусы это понятно что это угадайка и вот такие голубые фишки они то взлетают обваливаются здесь люди потеряют большие деньги то есть это важный аспект так поехали дальше но вторичный рынок коль мы про него заговорили здесь несколько моментов стоит упомянуть первый момент это что аукционы растут значительно в цене не в цене в продажах да это тоже записывал я видео предыдущие на эту тему и рост если мы берем первую часть 22 года с в сравнении с первой половиной 21 мы видим рост на 47 процентов продаж на часовых аукционах в швейцарских франках в миллионах да вот за первую часть у нас 22 года было почти 380 миллионов швейцарских франков до этого 258 видите классально и сейчас ждем итогов но я думаю что значение в переписали продажах аукционов предыдущего года 634 миллиона да то есть скорее всего я думаю будет там что 50 там 700 даже и больше здесь интересный момент что конечно на самих аукционах ценники космические и по-прежнему в моде у нас никуда не делся паток филипп и при первоначальном эстимейте да то есть оценки 800 продается за миллион двести швейцарских франков здесь 400 продается почти за миллион миллион двести да здесь у нас джордж дэниелс начал жужжать надеюсь что не так слышно при оценке в миллион продается за 4 миллиона дата здесь все с продажами хорошо и здесь кстати плавно перетекаем на другой тренд за последние три года что независимые часовщики вырвались значительно вперед начали их ценить часовые энтузиасты коллекционеры и прям значительно значительно они растут в цене относительно оценки и часто становятся самыми дорогими на аукционе тот же джордж дэниелс филипп дефур продается сейчас по миллиону восемьсот самые дешевые вещи да это джордж дэниелс понятно я вам еще хотел показать в пижур но вот именно на этом это у нас был ноябрьский часовой акцион в женеве в пижурные по 400 300 тысяч уже как с добрым утром да то есть это все есть 300 350 блин я надеюсь вам сосед не мешает карибути лайнен у нас вырывается сейчас уже более дешевле 130 тысяч чего не купить грубар грубал фон форс ли да там тот же вене halter то есть эти все ребята урверки mb nf и помимо того что mb nf сейчас выигрывается gpsg постоянно какую-то награду он еще и соответственно в топе бывает на часовых аукционах но по крайней мере переписывает свои оценки и вот урверк последнее время то здесь все достаточно понятно и тенденция также ясна и это один из трендов мода на независимых часовщиков много об этом говорят различные блогеры журналисты здесь идет определенный хайп и мы видим это на вторичном рынке рост их цены и на аукционах и на сером рынке на вторичном рынке цены на независимых часовщиков растут активнее не знаю может быть именно поэтому улиц нардана тоже решилась жерар перего примкнуть как будто бы к независимым да и не позиционировать себя от конгломерата и делать лимитки то есть сейчас стратегия тех же улицов жераров что они будут делать лимитированной серии не будет вообще в основном каких-то вот мы регулярной модели мы и гоним там по 1000 штук каждый там по 500 штук каждый год мы вот делаем 300 ли там 70 лимиток выпустили все чао какао дальше и вот такие тренды такие тенденции это то что сейчас происходит и вот по многим это производителям это видно я уж не говорю про филипп дюфур который там и штучные до или урверков я говорю про или деби тюн очень сильно набирает там все делается десятки штук да то есть вот такие вещи они будут цениться и они сейчас в хайпе в тренде и они не падают цене как это делают сейчас на вот здесь на этом индексе до делают rolex patek dmar то есть они держат цену и продолжают расти или по крайней мере держат свою цену так поехали дальше так про вторичный рынок мы с вами сказали ну и здесь наверное в первой части завершающая это что тоже тренд что часовые энтузиасты становятся более осведомленными более знающими вот смотрят подобные каналы в европе в штатах много записывают и детально под какой-то ближайшей камерой нам все показывают как выглядят механизмы все там движение до механизма нам рассказывают всякие фишки как что лучше как выбрать стоп такой топ сякой и вот почему вот это нравится вот это не нравится то есть еще там 35 лет назад такое представить очень мало было намного меньше информации качество видео было намного меньше сейчас но информации море ты в ней тонешь и нужно ее правильно структурировать правильно ее изучать понимать что смотреть куда бежать что читать потому что слишком много информации с одной стороны качественные фото качественное видео там зашкаливает то есть я даже не берусь вот на нашем этом канале что-то там снимать или чуть показывать потому что есть такие ориентиры и такие супер представители в этой индустрии да и в россии уж тем более за рубежом там даже к ним не приблизишься и просто наслаждаешься их творениями да здесь лучше поговорить или посмотреть фотки до часов это тоже эта часть тренда часть тенденции интернет дает доступ вы можете смотреть цены вы можете сравнивать информацию что там с часовыми аукционами раньше приходилось каталоги заказывать чтобы те побольше приходили понимать а сейчас открыл страничку за 5 секунд и у тебя есть все данные мира да ты можешь изучить это тенденция то есть вы можете посмотреть на ю тубе выступления каких-то коллекционеров каких-то журналистов крутых в часовой индустрии и это здорово это вас наполняет вы больше знаете да вот именно я собирался брал знания последние семь лет да и вот пришел тот момент когда я уже понял что мне нужно поделиться с вами потому что у меня взорвется голова и не с кем поговорить на эту тему да вот так глубоко так поразмышлять вот вот эти тренды разобрать и если мне еще там год назад сказали что я там запущу свой youtube канал и буду говорить на часовую тему на часовые тенденции я бы подумал да бред какой-то у меня вообще не до этого и ну есть люди кто тем занимаются да я здесь причем но сейчас уже тоже я вовлечен вовлекся в эту тему мне интересно с вами делиться и кстати по поводу делиться давайте я вам скажу вот что дали давать я вам оставлю по теке чтобы было красиво я хочу поделиться с вами чем помимо тенденции мировых трендами от инсайдера рынка в россии да то есть у меня есть друг его зовут антон он владелец часового салона в петербурге еще я с несколькими ребятами общался с кем кого-то покупал часы консультировался там часовые мастера у меня есть да то есть я брал информацию от инсайдеров но в основном вот то что мне антон сказал я хотел с вами поделиться потому что он очень точно выразил то что происходит с другой стороны этого рынка с теми кто покупает часы продает часы общается с дилерами и так далее да и вот он мне сказал следующие аспекты здесь в основном там 5 до что-то пересекается с тем что я уже сказал но хотел вам еще сказать сильное подорожание продукции на соответственно при закупке да потому что я спросил сколько за три года он сказал что в среднем на 30-40 процентов зависимости от бренда то есть все топовые бренды там с большинством работает подражали на 30-40 за три года представьте то есть им приходит дороже на 30 процентов они вынуждены продавать дороже еще и плюс курс доллара и так далее вы можете здесь понять дальше это снижение производства то что мы с вами говорили до падает количество особенно вот более дешевых и переход на лимитки от других производителей переход на лимитки и меньше меньше количество уменьшение дилерской сети и переход брендов на торговлю через собственные бутики вот то что тоже очень интересно то есть сокращают эти прокладки убирают мелких дилеров выжимают их с рынка и открывают собственные красивые бутики дорогие вот в такой системе как я вам у аланги он зоны показал там у адемара подобная система и так далее куда вы можете прийти и там на расслабоне купить дорогие часы за десятки сотни тысяч долларов то есть выжимают дилеров сокращают здесь косты и вот эти расходы на комиссию имеется ввиду да развитие рынка б.у. часов и сами бренды на это обратили внимание и вот здесь я вам рассказывал уже про это что даже rolex по то пошел в был часы сделал эту свою платформу сертифай прион да я отдельное видео на эту тему запускал и посмотрите там тоже есть двойное дно интересные аспекты я об этом упоминал в своем на своем блоге поэтому если уже ролик сюда пошел то мы понимаем что за кусок пирога большой который будет расти на который стоит обращать внимание да на вторичный рынок и пятый здесь момент на который я не знал но вот у него уточнил очень интересно это снижение поставок по запчастям и ремням но понятно что здесь наверно сложности и там куда параллельный и импорт идет да потому что мы знаем ситуацию сейчас с россией с геополитикой но вот антон не здесь подсветил знаете какой момент интересный что в том числе в том числе есть проблемы но запчасти понятно то есть их их в том числе как-то вот ремешков допустим оригинальных вообще там в россии сейчас прям сложно с ними и и многие начинают тоже рыскать на вторичном рынке то есть реально стало меньше товара на продажу он не говорит что не только санкциями это связано а в целом что меньше стало производства и меньше начали распределять по дилерам может быть зажимая для себя не знаю но с другой стороны интересный момент он тоже сказал что по поводу титана и стали что есть мнение в часовой сфере что скорее всего закупали титан и сталь у россии а так как сейчас есть ограничение на сотрудничество с россией до с поставки из россии того же титана то есть проблемы с титаном в индустрии часовой швейцарской вот такой интересный момент на который стоит поразмышлять надо над этим и обратить свое внимание друзья но наверное выводы основные уже под подходим чтобы не затягивать это видео давайте пробежимся и будем закругляться надеюсь это видео было вам полезно я старался часы становятся дороже нужно это признать то есть часы становятся более премиальным товаром и здесь никуда не деться растут и ритейлы растет курс доллара франка для нас растет вот сложности с поставками уменьшается количество часов поэтому на вторичном рынке цены также подрастают и будут расти дальше особенно на какие-то редкие издания снижение объема производства часов здесь мы говорим про люкс и про такие дорогие часы про независимых часовщиков про вот по 10 плюс тысяч долларов нам это уже не интересно более лимитированные такие эксклюзивные вещи еще раз мода действительно серьезная мода на независимых часовщиков мы это видим по часовым аукционам где в топе фп журн особенно джордж дэниелс филипп дюфур по миллиону часы деби тюны по сотням тысяч кари вытилайнены соответственно все 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 это говорит о том что идет хайп и они больше держит цену потому что их просто их десятки штук да их даже не сотни поэтому это мода и она будет продолжаться я думаю достаточно плотно мода на ответственное потребление так называемая или из джи вот эта повестка это вот все что мы получаем что ремешки из сетей аллигаторы пропадают уже даже самые дорогие бренды начинают избавляться от ремешков из аллигаторы даже там теленка и все из каких-то там хитрых материалов что там слепят и продают в люксовом сегменте вот уже более такие простые вещи но тут коробочки от брайтлинга это как отдельный вид искусства да и большой рост вторичного рынка это про то что я все время говорю вам на этом канале я думаю что это вот как красной линии должно проходить и сквозить вы должны понимать что вторичный рынок у него большая перспектива и что здесь больше возможности купить действительно стоящие часы которые рынок уже правильно оценивает без шелухи и ритейл цен без каких-то хайпов да и то что действительно редко то что коллекционно то что интересно рынку понимаете интересно коллекционерам кто такой рынок это коллекционеры понимаете в данном случае или такие часовые энтузиасты которые не могут остановиться и покупая там десятки сотни часов и вот такие вещи стоит как мне кажется в том числе покупать из них как ходить обезьяны все даже если у вас есть деньги все в роликсах ходят в одинаковых и все хотят себе роликс субмаринер или омегу си мастер да но это скучно это пресно и это тут скучная история коллекция и мне не совсем понятно это да то есть я бы не хотел просто себе вот ролик спидмастер ой ролик спидмастер ролик субмаринер в коллекцию и вот в нем все время ходить мне кажется немножко странно друзья мои все на сегодня какая следующая тема жду ваши обратные реакции жду ваших комментариев мыслей на вот тему часовой индустрии вот этих трендов надеюсь было полезно давайте так договоримся что в комментариях я оставлю ссылочки на может быть видео вот моего очень чтобы вы посмотрели и на статью про люкс какой-нибудь там из того что было представлено всегда ищите в комментариях и под видео я всегда одну две полезные ссылочки оставляю которыми пользовался источниками для создания этих видео вам в блоге что вам было больше полезно и интересно вы могли также почитать посмотреть больше информации все на этом с вами был виталий сергиенко я настоящий часовой фанат продолжающий коллекционер и по совместительству еще занимаюсь темой финансов инвестиции поэтому я вам и преподношу вот эту тему часовую с другой стороны как аутсайдер да как со стороны финансовой сферы чтобы понимали у вас больше было здесь что происходит и цена ценность и так далее да потому что здесь я могу стороны мне виднее некоторые вещи и я их проще могу оценить и вам что-то подсказать присоединяйтесь к нашему каналу к нашему часовому сообществу подписывайтесь на него жду ваших комментариев подсказок до каких-то на какую тему вы бы хотели увидеть следующее видео и переходите на канал все ссылочки полезные в описании вам большое спасибо за просмотр этого видео и увидимся в следующем этом канале я для вас приготовил очень интересную историю на следующей неделе про а и wc поэтому подписывайтесь чтобы не потерять эту классную информацию всем успехов всем хороших выходных пока